Куда переедет Биг Бен и каким должен быть общественный экспертный совет по вопросам градостроительства? Андрей Раев встретился с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Карелии Анной Лопаткиной и выяснил, кто и как будет принимать наиболее важные решения, касающиеся облика карельской столицы. Идея создать в Петрозаводске общественный экспертный совет для обсуждения и поиска решений по актуальным вопросам градостроительства возникла в ходе встречи за круглым столом с главой Карелии. Таким образом, общественники рассчитывают услышать все заинтересованные стороны. Артур Парфенчиков инициативу поддержал, пошли первые отклики. В соцсетях основная активность, уже люди себя предлагают войти в этот совет, хотят в этом участвовать. Есть кто и выражает сомнения, что не будет ли он дублировать градостроительный или художественный совет, который существует. Я думаю, нет, потому что как раз градостроительный совет может рассмотреть предложения жителей, которые сформируют общественный эксперт на этой площадке, оставить, например, два наиболее приемлемых и обратно вынести для того, чтобы уже дальше рассматривались эти проекты и проходили какие-то опросы или голосования за один или другой проект. Начать предложили с проблем, которые на слуху. Это реставрация исторического здания бывшей детской поликлиники и судьба башни с часами в центре площади Гагарина. Именно её горожане и журналисты по аналогии с лондонской окрестили Биг Беном, обсуждая судьбу местной достопримечательности чуть ли не каждый день. Часть Петрозаводска считает, что её надо убрать, другая – за то, чтобы оставить привокзальные куранты в покое. Есть судебное решение о сносе, но куда именно их перенести, так и не решено. Часы стоят, а время идёт. Заявки на Биг Бен множатся. Одни предлагают поставить башню поближе к набережной. Другие – возле нового перинатального центра. Там часы могли бы отсчитывать первые мгновения жизни новых петрозаводчан. Кто-то не прочь разместить их возле республиканской больницы. Ещё одно предложение – установить башню в лондонском стиле возле театра кукол на проспекте Карла Маркса. Именно эта улица прежде называлась английской по происхождению её обитателей. В конце XVIII века здесь поселились прибывшие вместе с Карлом Гаскойном в Петрозаводск инженеры, как теперь принято говорить, для модернизации олонецких заводов. В то же время озвучивалось предложение, например, на территориях государственных учреждений или вот перинатального центра, который у нас строится. Озвучивались предложения в гайд-парках, посмотреть не стоит ли. А я вот предлагаю также рассмотреть площадки, которые заявки были от населения по проекту «Комфортная городская среда». Их же более 53 было у нас на выборах, вот когда мы голосовали и опрос проводили жители. И почему бы не посмотреть вот эти вот площади и территории общественные, возможно, тоже найдутся интересные решения. Если диалог окажется взаимно полезным, тогда можно будет найти общие решения и по установке стелы города воинской славы, и по пристройке к Невскому пассажу. Выслушать мнение горожан, представителей власти, ветеранов, художников и архитекторов. И всем миром прийти к мировому соглашению. Андрей Раев, Влад Будников, Сампо ТВ, 360.